Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку вот из такого старого жесткого диска. Я думаю, у многих такие завалялись, особенно от старых компьютеров, когда там они стояли по 40-60 гигов. Сейчас такие диски уже не востребованы с таким объемом памяти. Ну или просто нерабочий, к примеру, плохо читал информацию. Вот как раз из такого диска мы сегодня сделаем с вами интересную самоделочку. Давайте приступать. И первым делом нам нужно снять верхнюю крышку. Так, разобрали. Вот как выглядит внутри. Теперь открутим вот этот узел. Здесь у нас находятся магниты неодимовые. Они нам тоже пригодятся в будущих проектах. Магниты очень сильно держатся. Так, этот узел нам не нужен. И вот еще один магнит. Так, теперь открутим вот эти 6 винтиков. Так, и с ним диск. Здесь у нас проставочный диск. Вернее, вот такая шайба. Еще один диск. Все, и вот наш моторчик. Теперь нам пригодится вот такая старая липучка. Нам нужно отсоединить как раз вот эту липучку. Вот и все. Эту часть убираем. Нам нужна вот эта часть. Теперь на одном из наших дисков нужно придать шероховатость. Я взял наждачку. Теперь нанесем клей сюда. Я использую космофен. Главное, хорошо нужно, чтобы приклеился по краям. И приклеиваем нашу липучку. Ждем, пока высохнет. Итак, клей высох. Теперь можно излишки обрезать. Ну, сейчас нужно вырезать середину. Вырезаю эту ножом. Вот и все. Все получилось аккуратно. Дальше возьму вот такой шлифовальный круг. Наждачный. В данном случае 80-ка. Есть у меня 60-й круг. Беру второй диск. Прикладываю и обвожу. Все. И теперь нужно вырезать по контуру. Вот что получилось в итоге. Можно приступать к сборке нашей самоделки. Берем наш корпус с двигателем. Ставлю шайбу. Вниз, естественно, диск не буду ставить. Ставим наш диск с липучкой. И сразу сейчас налеплю вот эту вот наждачку. И теперь ставим шайбу. И все затягиваем. Подключать жесткий диск мы будем вот к такому блоку питания от компьютера. Здесь хотелось бы немножко заострить внимание. Если мы подключим сейчас жесткий и также 220 вольт, то, как видим, диск не работает. Нужно, как говорится, завести блок питания. Что для этого нужно сделать? Вот на такой большой шине нужно сделать перемычку между черным и зеленым проводом. Теперь у нас все должно работать. Давайте проверим. Подключаем 220. Теперь у нас на всех клеммах будет напряжение. Черный это минус. Желтый это 12 вольт. Красный это 5 вольт. Берем желтый и черный. 12 вольт. Теперь возьмем черный и красный. 5 вольт. Все работает. Вот такая вот простенькая самоделочка у нас сегодня получилась. Да, конечно, топоры на ней затачивать не получится, потому что двигатель немощный, можно остановить рукой. Но для каких-то мелочевочек, я думаю, будет это самое то. Например, какие-то сверлышки, небольшие отверточки, шило заточить. Данный станочек справится. Также хотел сказать, что подключать лучше через регулятор оборотов, через драйвера. Более подробно это можно увидеть на канале AlexGiver. Он там все подробно расписывает, как подключить, какие взять драйвера, регуляторы. То есть там можно все увидеть. Мы на этом будем заканчивать. Кому понравилась самоделочка, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok